Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я попросил одного из моих коллег поддержать фотоаппарат с целью, чтобы показать вам методику исключения предметов. Вот здесь вот сейчас на столе, вы видите, передо мной лежат вот эти карточки этой самой методики. Причем у нас в лаборатории их несколько вариантов, три штуки. Соответственно, посмотрите, вот обратите внимание, вот оригинальный вариант карточек исключения предметов или четвертый лишний по заигарник. Карточки, как вы видите на сером таком фоне, сероватые. Это оригинальный, вот нам повезло, в свое время мы приобрели один такой экземпляр. Это самое, что ни на есть, вот покажите, пожалуйста, самое, что ни на есть, первые, самые оригинальные 50-х годов карточки исключения предметов. Изготовлены они, это просто раритет, надо сказать, изготовлены они на такой серой бумаге. Ну, наверное, в то время это было верхом полиграфии, не знаю, трудно с чем это связано сказать. Ну, вот такие вот карточки. Всего 19 карточек, напомню вам. И вот это раритет достался мне от коллеги. Это карточки, этим карточкам уже несколько десятков лет. Это оригинальные карточки по методике исключения предметов. В дальнейшем эти карточки были переработаны, то есть они вот перестали быть серыми. И в настоящий момент, в настоящий момент, давайте я там покажу, это вот первый комплект, в настоящий момент карточки, они белые. То есть, все-таки другая бумага, вот не 50-е годы, не 56-й год, вот такие серые, а вот такие вот карточки, значит, исключение предметов. Надо понимать, что по стране ходят, бродят огромное количество таких вариантов карточек, значит, в интернете можно скачать разные варианты. Всего и 19, каждая карточка имеет свой номер. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так до 19. Размер карточек, вот размер карточек 120 миллиметров, ну или 12 миллиметров. Вот давайте я померю. Так вот, тут у меня не очень такая хорошая линейка. Вот, от 0 до 12. От 0 до 12. Надо сказать, что изначально карточки не были такими ровными, не было в то время, в 50-е годы, в конце 50-х годов. Каких-то там принтеров, плоттеров и так далее, то есть высококачественной техники. Вот эти карточки, они несколько не совпадают по размеру. Но еще раз подчеркну, они оригинальные. Вот вторая карточка с конца, да, живое-неживое, то есть это последняя карточка, последняя карточка из 19. Соответственно, если вот мы с вами посмотрим эту картинку, первый оригинальный вариант карточки составлял 11 сантиметров. Вот здесь вот это видно прекрасно, надеюсь, видно. Соответственно, вот эта последняя картинка, самая сложная для Олига, для шизофреники, как правило, справляются с этой карточкой. То есть инструкция, что необходимо исключить, то есть при предъявлении первой карточки. И вот последняя, 19-я карточка, значит, тут у нас птица, журавль, значит, стол, очки и молоток. Как шизофреник может исключить? Значит, он исключает стол, был такой вариант у меня, он исключает стол, а все остальное объединяет на основании того, что это все летает. То есть человек может, значит, летит аист, человек может бросить молоток и человек может бросить очки. Некоторая конкретика наблюдается в моем объяснении, да, но сам принцип летает, не летает, все-таки это шизофренический принцип. То есть был у меня такой случай, может быть неоднократно, раза три, может быть четыре, когда люди с диагнозом шизофрения говорили о том, что вот стол они исключают на том основании, что он летать не может, а вот эти все три предмета, они летают потенциально. То есть вот такое странное рассуждение, свойственное чисто при шизофреническом нарушении мышления, то есть актуализации слабых латентных признаков предметов и явлений, летает, не являет. Бывает такое, что олигофрен исключит по какому-нибудь более конкретному признаку. Например, у меня дома есть молоток, у меня дома, обратите внимание, у меня дома есть молоток, у меня дома есть стол и у меня дома у батюшки есть очки. А вот аиста у меня нет, поэтому я исключу в этом случае аиста. Вот пример олигофренического иногда эпи, выдают такие объяснения. Но тем не менее, вот приведенный мной пример по шизофреническому типу, равно как и при заболевании маниакально-депрессивным психозом, там точно такое же нарушение мышления наблюдается, актуализация слабых латентных признаков предметов. Вот оно выявляет шизофренический тип ассоциативной деятельности. Но я ушел немножко в другую сторону, я просто хотел вам показать карточки. Оригинальные карточки, еще раз подчеркну, на данный момент уже окончательные авторами, то есть заигарник, они уже белые, они уже 12 на 12 сантиметров, разделены на 4 квадрата. Вот такое разделение, маленькие поля, отсутствие полей вернее и тоненькая такая окантовочка. Вот это итоговый вариант того, что было изначально заложено авторами при изготовлении вот этих 19 карточек. Вот это, собственно, оригинал. Это оригиналом можно не считать, это вот именно карточки, реально, вот они конца 50-х годов, 56, 57, 58 годов. Потом, соответственно, появилась белая бумага. То есть, покажу еще один вариант, он у нас тоже есть в лаборатории, мы пробовали его использовать. Тоже был такой вариант, это один из недоработанных вариантов авторами, вот эта зеленая карточка. Но здесь печатная продукция была допущена ошибка и, соответственно, распечатка произошла на таком вот, не зеленом, а скорее салатовом каком-то, да, на бумаге, на салатовой бумаге, что тоже не является оригиналом. Оригинальные карточки, еще раз подчеркну, 12 на 12 и, соответственно, 120 на 120 миллиметров и, соответственно, они белые. Вот, ну вот, собственно, все, что я хотел показать, то есть, вот еще раз, не оригинал, оригинал по размерам и это вот исторически первое, первый вариант этих карточек. Вот такие три карточки у нас, три набора карточек у нас в лаборатории. Поставляются нами оригинальные карточки 12 на 12, они тоже ламинированы, если бы в 50-е годы, и я обсуждал это с коллегами многократно, если бы была такая возможность, конечно, их бы ламинировали. В этом ничего страшного нет, это не то, что не страшно, это в последнее время является стандартом, то есть, ламинируют карточки специалисты, это нормально, это признается, ну, я, по крайней мере, общался с 5, 6, может быть, 8 моими коллегами, люди опытные, люди, работающие не один десяток лет, они говорят, да, карточки для износа, то есть, приходит, допустим, пациент в отделении находится, он, может быть, там, неопрятный, там, не мылся несколько дней, там, еще что-то. Руки засаленные, но ему не страшно давать карточки, то есть, то, что карточки ламинированы, в настоящий момент норма, то есть, хорошая полиграфия, белая бумага, размер 12 на 12 и ламинация карточек, это является на данный момент нормой, нормальной нормой. Вот так вот это все выглядит, значит, мы поставляем именно вот такой вариант карточек, 12 на 12, на белой полиграфии ламинированной, на таком относительно плотненьком картоне, это не бумага, а 4 тоненькая, это картонная бумага, фотобумага. Ну, вот, пожалуй, все, что я вам хотел показать, просто задают вопросы люди, я вот хотел пояснить именно по комплектации, что и как это выглядит, вот так это можно показать. На этом, пожалуй, наверное, все. Спасибо вам за внимание, будут какие-то вопросы, задавайте их под этим видео. Ну и, собственно, призываю вас приобретать оригинальные варианты карточек исключения предметов. Это нельзя, цвет не подходит, это устаревший первый вариант, серая бумага не подходит, а вот такой вариант 19 карточек, с которыми фактически это убойная вещь, это автомат Калашникова в мире патопсихологии, любые нарушения мышления, экспресс, быстрая диагностика, они применяются. Далее уже идет классификация в обязательном порядке, то есть в процедуре обследования Шульте, 10 слов, 12 предметов запоминаний, классический эксперимент, экспериментально-психологические исследования. И, соответственно, обязательно идет исключение предметов, далее классификации, какие-то дополнительные методики, в зависимости от того, что в голове у специалиста происходит, когда он проводит обследование, на что он ориентируется. Буквально вот этот именно вариант, то есть не вариант, вернее, а сама методика, дает возможность специалисту грамотному неформально проводить обследование, а куда-то двигаться. Что он предполагает? СЦХ, МДП, Олига, Альцгеймер, нарушения какие-то органические и так далее, и так далее. Вот эта методика выстреливает всегда при любых обстоятельствах. Специалист далее после нее продолжает, то есть вступление какое-то в процедуре экспериментально-психологического исследования. Затем доходят люди до, там опять же возникают первые мысли, когда человек проходит Шульте, 12 предметов запоминает, 10 слов запоминает, там счет по Крепелену делает или пробу Бурдона. Потом предъявляется карточка первое намышление, ну то есть исключение предметов начинает предъявляться, далее, далее, далее другие методики, их немного. И в конечном итоге может быть выставлен симптоматический до нозологического уровня синдромальный патопсихологический диагноз. Ну и соответственно все это описывается должным образом в заключении стандартном. И уже специалист передает эту всю информацию врачу-психиатру, выставляется нозологический диагноз. Пожалуй на этом все. Будут вопросы, задавайте их. Спасибо за внимание и удачи вам!